Приветствую друзья! Я много раз говорил в своих роликах о станках знаменитого советского завода Красный Пролетарий. Есть даже отдельный ролик об истории завода. И я уверен, что многим на слуху такие станки как 1А62, 1К62. Однако в этом видео я хочу упомянуть довольно малоизвестную отрасль танкостроения, которая занималась созданием уникальных мини-рабочих моделей станков, которые представляли собой уменьшенные в масштабе действующие крупногабаритные оригиналы. Как вы понимаете, данные станки создавались исключительно в единичных экземплярах и увидеть такой станок в реальности довольно проблематично. Однако же они существовали. Такие станки создавались в основном какому-то празднику. Например, данная малютка была приурочена к столетию станкостроительного завода имени Ефремова Красный Пролетарий и в честь серийного запуска нового токарного станка модели 1А62 умельцами завода в 1957 году. Была изготовлена и подарена директору завода. По сути, это и есть станок 1А62, но уменьшенная примерно в 5-10 раз. Станок полностью рабочий и это единственный экземпляр. Корпусные детали отлиты из бронзы. Все валы шлифованы. Шпиндель вращается в подшипниках. Шестерни и другие детали сделаны в соответствии с оригиналом. Продольные поперечные направляющие, а также поперечный суппорт и рукоятки управления никелированы. Все крутится и переключается. Правда, к сожалению, отсутствует задняя бабка. Общая длина станка составляет 650 мм. Длина направляющих 400 мм. Также не менее уникальной является модель станка 1К62, также изготовленная с соблюдением всех пропорций. Этот экземпляр имеет более полную комплектацию. Невероятная детализация и наверняка очень кропотливый труд делает этот станок просто неповторим. Он так же, как и предыдущий, существует в единичном экземпляре. Следующий шедевр инженерного искусства представляет собой модель 1Д62Н. У данного станка, кроме того, что все крутится и работает исправно, имеется даже фрикцион, что, как вы понимаете, усложняет в разы процесс изготовления. Вполне возможно, что все эти станки были собраны не на самом заводе Красной Пролетарии. Возможно, существовало предприятие, на котором и создавались такие станки, выполняя прямые заказы крупных станкостроительных предприятий. Однако, я не нашел о них никаких упоминаний. Да что уж тут говорить, мы знаем немало умельцев, которые, работая на заводе, тайком собирали такие уникальные, очень сложные миниатюрные станки. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok